так девочки я в магазине специально в специальном да где вот машинки продают выбрала я такую машинку себе каверло в берлинную хочу купить 1000 евро стоит в общем хотели мы сначала взять вот эту вот машинку так как я ее попробовала нам не очень понравилось и я теперь решила взять другую машину тот магазин где машинки все специальные у нас я проживаю эти всякие разные эти у нас оверлоки стоят такой оверлок вот уже юки такой вот немножко модель старая вернина вот такая вот я уберу модель по новее это семьсот сорок пять стоит а моя модель стоит вот это вот вернина это фан но у меня дома такой же это машинка тоже хвалят их это очень дорогая бразер но это каверлок больше идет как распрашивалка в общем такие машины дорогие я решила взять вот эту машинку сейчас мы ее купим надо будет мне пару раз прийти поучиться как ее заправлять настроить мне ее да хорошая да такая машинка вот это тоже но у нас люфтом я такую бы не хотела какую что спросить я думаю что она еще убеждаливать надо наверное я не знаю заказывать я не знаю заказывать я помню еще вот я могу мы holем mal а ты оверлок и то она канцис и и на мальдом и это скрыть а не айгентник акца песса зубы ясно а вернись по схеме ясно ясно так это всё В общем, вот эти машинки. Вот материальчики хотела заснять для вас. Я знаю, есть много новых. Всякие разные, красивые. Здесь материалы в этом магазине и машинки. Тоже интересно, такой, лисичками. Такой большой магазин, где штофы, нитки. Материалы красивые, бархатый, очень красивый. Смотрите, какой бархатый. Цены, конечно, не маленькие, но я посмотрела, какие в России цены дорогие. По-моему, у нас цены намного дешевле. Тут очень симпатичный город. Все, сейчас идем, Паш. Ну? А что? Машинку. Какую машинку? А зачем? Нет. А кто должен принести? Мы же бештеливали, нет? Нет, она у нас есть. Да? А она есть, да? Да. Ну, давай. Ну, все, может, ты ее разобрали, да? Подожди, я не поняла, про что ты говоришь. Ну, машину мы берем или нет? Да. Ну, значит, надо говорим. Да. Сейчас поснимаю немножко. Вот этот красивый очень материал. Голосовый. Как Шанелька идет. Эти хэбэшки здесь. Такой вот хэбэшки. Здесь всякие тесьмы, как сказать правильно, тесьма, тесьмы, нитки. Очень красивые хэбэшные материальчики. Здесь что-то уже пошитое. Такая юбочка, что ли. Очень красивые такие. Большой очень магазин, огромный, с материалами. Штофы вообще классные, да, материальчики. Принесли мою машинку. Сейчас пойду смотреть. Свою машинку старую я дочке отдам, подарю. Думаю, что она будет сшить вот эта вот. Дмитрия, вот здесь. Да. Продолжение следует. Думаю. Думаю. Красивые материалы очень. Вот этот вот интересный такой. Здесь ангибор, то, что вот соединенное. Здесь журналы всякие лежат. Всё, купили мы машинку. Сейчас мой муж её упаковывает, понесём домой. Я очень счастливая, мне она очень понравилась. Буду теперь шить на новой машине. Здесь журнальчики бурда лежат. Классно, да, Паш? Я счастливая. Ну, я снимаю. Понял, что твоя фирма, которую ты хотел, мне предлагала, она не очень. Вот эти говорят хорошие машинки, но я, честно говоря, не очень. Мне больше нравилась Бразер. Вот это вот у меня вот такая машина Бразер. Только это более новая модель, а у меня немножечко она это точно такая. Вот она вышивает, видите, всякие строчки. Вот это лапки к ней все. Машинок много здесь и бюджетные машинки тоже продают. Бывшие употребления тоже можно купить. Люди сдают, он ремонтирует, там какую-то сумму денег даёт. А потом выставляют в продажу. Люди покупают. Вот это вот производственная машинка продаётся. Это производственная, индустриальная, да, да. Так, вот это тоже бывшее употребление. Они продаются, эти машины. Тут цена, всё, кто хочет, покупает. На улице темно уже, видите как. Вот. Такой магазин. Здесь тоже курсы проходят у нас всякие разные. Вот я пойду на эту машинку. Мне сделали термин, немножко поучиться, как заправлять правильно нитки. Здесь тоже, вот видите, они кроют. Эти машины Бразер стоят. Это Пфав. Это Бернина, очень хорошая машинка. Она с вышивкой вышивает. Такие классные машинки. Вот это очень хорошая Бернина. А, смотри. Да, да, да. Я видела уже. Это классная машина. 4 тысячи почти что стоит с вышивкой. Ну, такой агрегат стоит, это дома куда ставить всё это. Ну, или на дно не очень. Вот Бразер хорошая. Я своей машиной довольна. У меня уже много лет, и я очень довольна, как она шьёт. Здесь вот журналы, книги все по шитью. Так. Здесь тоже какая-то машина. Какая-то фирма. Я даже не знаю такой фирмы. Вот видите, как вышивает эта машинка. Это Бернина. Может быть, когда-то я её куплю после своей Бернины. Вот такую вот. Хотя моя очень классная. Я её очень довольна. Очень моя классная машинка. В общем, всё. Вот эта Бернина классная, да? Ну, может, когда-нибудь я её куплю. Какую? Вот эту? Да. 7 тысяч? А почему нет? 7 тысяч стоит. После своей. Хотя моя тоже классная. Вот так вот. Ну, всё, пойдём. А вот это вот агрегат. Тоже Бразер. Видите, какой он вышивает. Это вот у кого-то Илье. Тоже классная машинка. Так, на этом я с вами прощаюсь. В следующем видео буду показывать вам свой оверлок. Всё, окончусь. Включили мы машиночку. Сейчас попробую немножечко что-нибудь прострочить. А так, чуть-чуть построчила. Отлично шьёт. Супер. Очень тихо. Это просто что-то. Так, сейчас я вставлю. Это просто одной рукой. Мне неудобно немножко. Так, вот так вот, наверное. Смотрите, как тихо она шьёт. Я одной рукой в камеру, одной рукой шью. Класс. Ой, хотела завернуть. У меня неудобно просто одной рукой. Так что вот такая машинка. Свет очень хороший. Такой белый. Классная. Вот эта плата очень удобна. Довольно, конечно, машинкой. Дороговато. Получилось от тысячи сколько? Тысячу? Тысячу двадцать пять. Ну, 10% дали на полгода. Если что-то буду в магазине покупать, то я получаю 10% скидку. Да, дешевле. Так что вот так вот. Доброе утро. Продолжение следует...